Друзья, знаете, бывает такое в жизни, что ты общаешься с человеком или коммуницируешь с кем-то, в какой-то группе людей, работаешь в компании и думаешь, что ты их хорошо знаешь. Вот скажите мне, вы хорошо знаете хореографическую студию «За речи»? Насколько вы хорошо их знаете? Очень хорошо. Кто это сказал? Да. Хорошо, сейчас проверим. У меня есть несколько вопросов. Я хочу вам отдать сувенир, приятный на память о сегодняшнем событии, с логотипом и фотографиями детей. Вопросы очень простые. Кто ответит, тот, собственно, забирает подарок. Итак, первый вопрос. Сколько коллективу лет, как вы думаете? Три года. Кто сказал два? Просьба покинуть мероприятия? Три года. Во второй год мы все отсутствовали. Вы помните, где мы все с вами были? Не хочется услугу говорить об этом. Да, три года. Ну, поаплодируйте. Вы, вы, Александр, молодцы. А какие варианты названия были? Давайте я к вам спущусь. Как вы думаете? Я перечислю несколько вариантов, ну раз уж. Вы здесь. Как вас зовут? Светлана Александровна. Давайте для вас вопрос. Такие правила такие. Если вы неправильно отвечаете, то вы везете детей в Америку. То вы. Запросто? Отлично. Так, друзья, на кону Америка. Светлана Алексеева. Какие варианты названия были? Мохито, соленые огурцы или винегрет? По-моему, соленые огурцы. Почему? Да не знаю, похожи они на них. Потому что... А, они похожи на них. Хорошо. На самом деле, сразу понятно, что вы своих детей плохо знаете. Потому что все варианты эти были в названии. Они хотели, но все-таки решили, что это будет за речи. Следующий вопрос. Как родилась идея создать коллектив? Как вы думаете, есть варианты? Вот откуда такая идея возникла? Почему? Образовалось поселение. Сергей Владимирович, там же, да. Что еще? Было скучно жить в деревне. Кто сказал? Подожди, я подойду к вам. Скажи громко. Было скучно жить в деревне. И ведь он абсолютно прав. У меня такой ответ. Молодец. Как зовут тебя? Савелий, а ты почему не занимаешься, не танцуешь? Я еще мало хожу. Мало ходишь куда? Ну, на танцы. А ты все-таки ходишь? То есть ты пропускаешь другими словами? Ну, я еще мало хожу просто, поэтому... То есть это так называется, я мало хожу. Понятно все. И последний вопрос. Самый первый танец, который они ставили, самый первый танец, и который, я не знаю, получился он, не было. Подожди, ты молчи. Что ты поднимаешь в руку? Не поли контору. Я уже понял, что ты все знаешь. Самый первый танец, который они ставили, я не знаю, получился или нет, но это самый первый. Давайте послушаем вариант. Первый вариант я прошу включить. Ну, судя по тому, как вы реагируете, это тоже может быть. Второй вариант. Смотрите, как парни здесь зажигают. Третий вариант. Давайте послушаем. И четвертый вариант. По-моему, отличный вариант. Стоп. Есть вариант какой-то? И это где люди говорят, что хорошо знают коллектив. У всех абсолютно разные варианты. Давайте. Кто за первый вариант? Поднимите руки. Второй вариант. Третий вариант. Ифаину. Четвертый вариант. Что, вы считаете правду, как китайскую фаюну они хотели сделать? И смотрите, не опускает руки. Четвертый вариант. Так, давайте сделаем, усложним. Если вы неправильно отвечаете, то что делаете? В Америку. В Америку едем за счет. Едем все сегодня. Правильный ответ. Давайте послушаем. Это русский танец. Да. Ну, приветствую. Мы что, кому будем вручать подарок-то? Мне. Спасибо. Я понял. Всем не достанется, так как у нас Сергей Владимирович... Ну, не буду говорить слух. Кто он? У нас мало подарков. Мальчик, который мало ходит, как стимул. Все согласны? Да. Мальчик, который мало ходит, винись туда. Смотри, мы тебе вручим подарок обязательно. Он должен нам пообещать, что ты будешь ходить. Ну да. Ну да, как бы вот это ну уже пугает. Так, недавно ходят. Скажи, когда следующее у вас занятие. Понятно все. Во вторник. Во сколько? В чем? Вот смотрите, мне кажется, он врет и так в наглое. Он смотрит на меня и врет. Ну нет, ладно, мы тебе верим. Я прошу, подожди, подожди, стой. Внести сюда кружку в студию. Кружка с фотографиями коллектива. И ты будешь обязательно на этой фотографии, если ты будешь часто ходить. Держи. Подожди аплодисменты. Спасибо тебе, молодец. Скажи. Так, друзья, но мы продолжаем наш праздник. И вновь на сцене танцевальной студии «Заречья».